Привет, друзья! Давайте сегодня поговорим о Слове Божьем, об откровениях, которые Господь нам дает. Мы продолжаем читать Библию, я иду глава за главой и делюсь теми откровениями, которые меня касаются, теми какими-то нюансиками из Священного Писания. И вот стих, который зацепил меня сегодня в Евангелии от Луки во второй главе и девятнадцатый стих, друзья. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Жизнь верующего человека зависит от Слова Божьего. Еще раз, жизнь верующего человека абсолютно зависит от Слова Божьего. Есть достаточно известная притча Иисуса, которую смело можно назвать главная притча Иисуса Христа. Почему? Потому что Иисус сам сказал об этой притче, что если вы ее не понимаете, как вы можете понять все остальные притчи? И эта притча называется притча о сеятеле. И я напомню в двух словах, что Иисус рассказывает о том, что сеятель вышел сеять семя. И когда он сеял, то это семя попало в четыре разных вида почвы. И в зависимости от того, какая была почва, это семя либо пропало, и это произошло с тремя видами почвы, либо когда оно упало на хорошую почву, то тогда оно принялось и оно принесло плод 30, 60 и 100 крат. То есть смотрите, от чего зависит плод? Плод, конечно же, во многом зависит от почвы. Но если в почву не посеять правильное зерно, то тогда там будет расти бурьян, что-то будет расти, но точно не семя Слова Божьего. То, что мы, как верующие люди, должны понять, что наша жизнь, еще раз скажу, это полностью зависит от Слова Божьего. От нашего, во-первых, отношения к Слову Божьему, во-вторых, от того, что мы делаем со Словом Божьим. И вот Мария, мне кажется, это очень хороший такой образец, пример, наставление для всех нас, верующих людей. Она сохраняла, слагала Слово в своем сердце. Что вы делаете с теми откровениями, которые есть? Мы живем в мире, в котором людей есть очень много разных мнений. И одна из ошибок, которая может быть у нас, это то, что мы тоже имеем свои мнения. Но мнение это что-то другое, чем убеждение. Мнение мы можем менять, и не нужно бояться менять мнение. Но вот когда мы берем Слово Божье, нам нужно его сделать не мнением, нам нужно его сделать убеждением. А для этого его нужно брать, прятать в сердце, размышлять о нем. Ну, многие верующие, и я в том числе, постоянно записываю. У меня списано много тетрадей. Сейчас я записываю все в электронные гаджеты. И я все это систематизирую. Я к этому обращаюсь. И снова, и снова, конечно же, я читаю и культивирую Слово Божье размышлением и молитвой. Поэтому еще раз хочу обратить ваше внимание и спросить, насколько вы собираете Божье обетование? Насколько вы собираете вот те откровения, которые Господь дает вам? Слово Божье, оно очень большое. Вот она Библия. Вот она Библия. И невозможно все это запомнить. О, как хорошо было бы, если бы можно было каким-то сверхъестественным способом взять это, поместить в сердце, и чтобы она там была и растворялась. Нет, мы Слово Божье, мы его съедаем, как пищу, по кусочку, понемножку, растворяем нашим разумом, растворяем нашей верой и слагаем. Но ее невозможно запомнить, да? Но очень важно, друзья, выявлять главные моменты, когда вы читаете, и делать отметочки, и выбирать что-то главное. Я всегда учу своих членов церкви и сам это практикую. Из каждой проповеди я стараюсь выявить, выудить одну главную мысль, над которой я хотел бы потом думать на протяжении всей недели, чтобы применить эту идею в своей жизни. Я каждый день читаю Священное Писание. Иногда несколько раз в день приходится обращаться. Ну, вообще-то и мой труд, и моя работа, и я люблю это делать. Так вот, всякий раз, каждый день, прочитывая главу за главой, я выделяю и выявляю одну главную мысль, над которой я хочу думать каждый день. И делаю отметочку себе. Делаю коротенький тест, как-то вот пересказываю это слово. Вот я думаю, что вот это вот и есть метод, ну, во всяком случае, это я так понимаю, как я могу слагать это слово в свое сердце. И на протяжении уже практически 30 лет я изучаю Слово Божье, я читаю, вот так вот слагаю, слагаю, слагаю. И вы знаете, это реально благословляет меня, влияет на мою жизнь. Почему? Потому что жизнь верующего человека зависит от Слова Божьего. Как пастор я очень часто встречаюсь с людьми, которые не читают Слово Божье. Я встречаюсь с людьми, которые не запоминают Слово Божье. Я встречаюсь с людьми, которые когда-то читали, у них был такой опыт, но потом они перестали читать. И меня всегда интересует вопрос, друзья, как вы собираетесь спасаться? Как вы собираетесь изменять свою жизнь? Как вы собираетесь упорядочить свою жизнь, исходя из Божьей воли, если вы не знаете, что Бог говорит? Если вы постоянно не работаете над Священным Писанием, как над настольной книгой. Мы живем в уникальное время, друзья, когда у всех у нас есть Библия. Когда у нас есть разные переводы Библии, что тоже нам помогает иногда понять те или другие тексты. Мы можем в одном нашем телефоне сразу же носить несколько переводов Библии буквально в одной программе для того, чтобы открывать Священное Писание и пользоваться, читать Библию, когда мы едем куда-то, когда мы ожидаем. Мы можем просто делать какую-то остановку на перерыве утром. Мы можем проснуться и не начать с социальных сетей или с новостей, а остановиться. И даже еще лежа в кровати, если вы вдруг просыпаетесь и у вас есть время, достать и сразу с утречка почитать Слово Божье. От Слова Божьего, от того, сколько вы наскладывали у себя в сердце, друзья, реально зависит то, насколько вы здоровы в своей жизни и интеллектуально, и эмоционально. Многие верующие люди, к сожалению, они не переживают этой благодати, просто потому, что так до сих пор и не поняли о том, что в Слове Божьем есть невероятная сила и потенциал. И я бы сказал так, а без Слова Божьего этой силы и потенциала нет. Именно поэтому сеятель вышел сеять Слово. И вот то Слово, которое попало в почву, оно принесло плод. То есть, если взять и мы берем какой-то злак, и мы поместим, например, цветок какой-то вы захотите поместить в горшочек, в сосуд. И потом вы начинаете ухаживать за ним, вы поливаете, вы удобряете, вы что-то делаете. Почему? Потому что вы хотите, чтобы этот росток дал какой-то плод, какой-то результат, чтобы он поднялся. Вот так же нужно относиться к Слову Божьему. Ну и не забывайте, что сам Иисус является Словом. И Библия говорит о том, что Слово Божье превознесено выше всего. Если вы не имеете правильное отношение к Слову, скорее всего, у вас тогда и не очень правильное отношение к Иисусу и к Богу. Поэтому, друзья, пересмотрите свое отношение к Слову и читайте Библию и размышляйте над Словом Божьим. И находите главные идеи, которые вы можете складывать в свое сердце, над которыми вы можете размышлять, которые вы можете исполнять. Боже благословений! Оставайтесь со мной на канале. Здесь я постоянно читаю Слово Божье. И в YouTube, и в TikTok я выкладываю свои видео. Если у вас есть вопросы, вы можете писать мне. И по возможности я буду вам отвечать, если смогу. Благодати вам, друзья. И не забывайте, это благодать в Слове. Вначале было Слово. Слово было у Бога. Слово было Бог. Помните Иоанн 1 глава. И потом дальше 14 стих. И Слово стало плоти. И обитало с нами полное благодати и истины. И вот сегодня Иисус приходит и наполняет наши жизни через Слово Своё. Хорошего всем дня!